Белок, глюкоза, эритроциты, лейкоциты – всего 12 показателей. Тест-полоска позволит сделать анализ за 3 минуты. Ее нужно опустить в биологическую жидкость, а затем сверить изменение цвета со шкалой, указанной на упаковке. Если что-то смущает, нужно идти к врачу, который для более точного определения количественного показателя поместит тест-полоску в так называемый ридер. Анализатор выдаст числовые данные и покажет, какие параметры в норме, а какие превышенные. Для тех, кто регулярно следит за состоянием здоровья, ученые сам ГМУ разрабатывают специальное приложение для смартфонов, которое показывает результат с помощью фото. Мы стали уже работать с тем, чтобы произвести специальную программу, которая именно читает эти тестовые системы, и человек сможет просто с помощью своей камеры, наводя камеру на эту полоску, получать результаты своего анализа и отслеживать состояние своего организма. Сейчас мы разрабатываем такую программу на смартфон, она уже разработана. Работает пока на базе андроида, но впоследствии мы скоро уже запускаем ее на iOS. То есть в чем ее суть, что мы получаем изменение цвета на полоске, как я уже показывала, наводим смартфон на эту полоску и получаем количественный результат. Разработка ученых из сам ГМУ позволит выявить патологии почек, печени или онкологическое заболевание на ранней стадии. Привожение еще совершенствует. В дальнейшем оно будет подсказывать пациентам, к какому специалисту стоит обратиться. На разработку этой тест-системы ушло около трех лет. Тест-полоски состоят из аналитических ячеек, сенсорных ячеек. На каждую ячейку нанесены определенные реагенты, которые взаимодействуют с компонентами, содержащимися в моче. То есть если они есть, они произвзаимодействуют. Цвет ячейки изменится. Например, из красного перейдет в зеленый. И уже мы можем судить о том, что у нас такое количество, сравнивая с определенной шкалой. У этой разработки ученых из сам ГМУ пока нет названия. Она позволит врачам определить, на какой стадии находится патологический процесс у пациентов с онкологией крови и заболеваниями соединительной ткани. Сейчас такой анализ занимает около суток. Он выполняется с помощью вертикального электрофореза. Новая разработка упрощает процесс и требует всего 15 минут. Аналоги, безусловно, есть как отечественные, так и зарубежные. Но они направлены на более сложные анализы. Они значительно дороже, чем то, что мы можем предложить. И не всегда доступны для лечебно-профилактических учреждений в отдаленных районах. Самарские ученые готовятся представить свои разработки на конкурс. В случае победы они получат грант на дальнейшее развитие идеи. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.